Статистика несчастных случаев с населением нашей страны свидетельствует о том, что ни один год не обходится без пострадавших от электро- или газового оборудования детей и подростков. С целью предупреждения таких случаев инспекторы Брестского межрайонного отделения филиала Госэнергогазнадзора по Брестской области проводят профилактические беседы в учреждениях образования. Чаще всего несчастные случаи с детьми происходят в период летних каникул и связаны в основном с недалежащей эксплуатацией электрооборудования и бытовых электроприборов. Подавляющее большинство таких случаев заканчивается смертельным либо тяжелым исходом. Изучение обстоятельств таких несчастных случаев позволяет сделать вывод об отсутствии у детей, а также их родителей, элементарных знаний об опасности, которые представляют собой электроустановки. Так, 9 августа 2023 года в Алковыском районе Гродненской области 10-летний мальчик на даче вместе с отцом при помощи специального насоса откачивал воду из бассейна. Когда работа была завершена, отец попросил ребенка выключить насос. При попытке отключить оборудование, ребенок прикоснулся к таковедущим частям вилки питающего шнура насоса и был смертельно травмирован электротоком. 17 августа 2023 года в городе Солигорске малолетний ребенок 2022 года рождения во время купания был смертельно травмирован электрическим током в результате падения подключенного к электросети фена в ванную. Это произошло в то время, когда мать пострадавшего ребенка вышла из ванной комнаты. Фен находился в зоне доступа ребенка на поверхности стиральной машины рядом с игрушками. В ходе встречи инспекторы рассказали детям о правилах работы с электро- и газовыми приборами, а также о том, как вести себя, если возникнет запах газа или обнаружатся утечки. Они также подчеркнули важность использования по назначению правильного обращения с газом и электричеством, чтобы избежать возникновения аварийных ситуаций. А ребята быстро и с интересом запоминали новую информацию. Сегодня к нам пришли специалисты, которые пришли рассказать про электробезопасность, чтобы было меньше пожаров в нашем городе. Я придерживаюсь правил. Нельзя пользоваться газовой плитой до 12 лет, не оставлять включенные электроприборы, когда ты уходишь из дома. Также не забывать выключать свет. Я включаю в розетку только, когда заряжают телефоны, либо какие-то приборы, но обязательно выключаю, чтобы не было пожара дома. Нельзя класть какие-то легковосправляющиеся предметы возле плиты и нельзя пользоваться электроприборами в воде или возле воды. С началом нового учебного года инспекторы Госэнергогазнадзора напоминают школьникам и их родителям о необходимости соблюдения несложных правил электробезопасности. Не выдергивайте вилку из розетки за шнур, так как он может оборваться, оголив находящиеся под напряжением проводники. Не открывайте двери электрических щитов, силовых щитов, двери трансформаторных подстанций. Электроустановки опасны даже на расстоянии. Не перегружайте электрическую сеть дома одновременным включением большого количества электроприборов. Перегрузка сети может привести к пожару. Помните о высокой тактичности дыма. Будьте осторожны при эксплуатации газоиспользующего оборудования. При запахе газа сообщите по единому номеру телефона 104, а при пожаре по телефонам 101 или 112. Соблюдение этих простых правил поможет вам сберечь вашу жизнь и жизнь ваших близких. Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.